Дорогие друзья, как говорится, такого ещё не было, потому что прямо сейчас мы будем смотреть пародию на меня. Вот сколько я существую лет на ютюбе, я не припомню, чтобы когда-то кто-то делал на меня пародию, поэтому прямо сейчас, друзья, я нахожусь в максимальном предвкушении. Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и, в общем-то, Булкин пародия, это то видео, которое мы будем прямо сейчас смотреть. Мне этот видос скинуло достаточно большое количество моих зрителей, и я такой думаю, а почему бы, собственно говоря, и нет. В общем, существует некий автор, которого зовут Кипермен, и он снял на меня пародию. Я честно вам признаю, что я там первые какие-то секунды начала посмотрел, и понял, что я хочу посмотреть полностью вместе с вами. Давайте заценим вообще, насколько похоже, насколько интересно, насколько смешно это сейчас будет, собственно говоря, выглядеть. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра, давайте начинать. Я понимаю, у вас один-единственный вопрос. Саня, что здесь вообще происходит? А происходит здесь сити-кар-драйвинг, друзья мои. Ваша любимая рубрика возвращается. РПшечка, 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 РПшечка. Как вы уже поняли, мы решили взять Тойоту Камри за 450-к. Так, ну, извините, я буду, знаете, давайте, я буду давать реально комментарии там на... Так, ну, это реально похоже. Во-первых, ну, то, как выглядит ракурс, там, условно, микрофон такой же, там, борода, прическа, очки. Это действительно похоже, руль в кадре. Ну, единственное, чего не хватает в самом начале, это прям здорово-здорово, дорогие друзья. Все-таки это неотъемлемая часть моего приветствия уже несколько лет, очень много-много-много лет. И почему-то нет этого, но в целом у меня иногда бывает, да, начало, не прям сразу здорово-здорово, а какая-то это... Какая-то по типу, ребят, я, конечно, ничего не хочу говорить, но что тут вообще происходит? Это похоже, интонация, да, похоже, то есть такие, расстановка акцента, похоже. Вот, ну, давай посмотрим так. Вы просто посмотрите на нее, посмотрите, какие формы. Мечта любого пацана, номера почти блатные. И посмотрите, ОМР, это почти как АМР, одной буквы только не хладил, а так все, в принципе, отлично, замечательно. Естественно, тонировочка, все как надо для молодого пацана. И один единственный минус, это дровиндос. Пробег здесь что-то около 700 тысяч километров, вы можете себе такое представить, но для всех... Я не знаю, честно говоря, насколько вообще мой тембр голос, или там легко, или сложно пародировать. Блин, ну, учитывая, давайте так, мне просто как-то неудобно, потому что чувак, я так понимаю, занимается там, ну, как бы, не суперпрофессионал по пародиям. И, как бы, мы расцениваем все равно с точки зрения любительского, так сказать, любительской пародии. В целом, да, как бы, есть вот ощущение, что прям похоже. Он прям старается по голосу как-то там вот манеры копировать. Но немножечко движение не те, хотя, опять же, вот респект, что он прям постарался, да, повторить кадр. Там вот даже вот эта штука, да, то есть у него тут вот цепь тоже такая же, там вот перстень какой-то тоже. Вот это прям хорошо, то есть видно, да, что он не просто взял такой, сел в своем облике, а прям подготовил эту бороду. Ха-ха-ха, бля, ну прикольно, так, подожди. Ну-ка, посмотрим. И пацанов с района, мы говорим, что она практически целлофан. Дед ездил один раз в год на дачу и обратно. Так, давайте посмотрим, что здесь по салону. Ну, салон когда-то был бежевым, да, сейчас он какой-то серый. Ну, в седину дал, да, все, уже возраст, как говорится, дает свое. Все, вживаемся в роль. Я молодой пацан, как я уже говорил, я жесткий темщик, зарабатываю очень крутые бабки, якобы. Ну что, поехали, пацаны, поехали, поехали. Ну, что тут? Эх, ем, нихуя, ну это просто камеры увидели, тут все с ума сошли. Я пытаюсь, знаете, я пытаюсь понять, как я бы, да, то есть вот я, типа, сейчас тоже вживаюсь в роль того, что как будто я снимаю такое видео. Вот, например, мне кажется, я бы на этом моменте, когда вот такая хрень бы произошла, я бы скорее сделал какое-то удивленное лицо. Ну, там, усмехнулся и там что-то написал тайм-код, сказал бы тайм-код или что-то такое, вот. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть видно, что, ну, я же не знаю, он там вообще, ну, насколько там знает, смотрит меня, да, я впервые вижу этого автора. Не знаю, там, он давний подписчик, недавний. Пока складывается впечатление, что он не так много видосов моих смотрел, то есть у него есть какое-то некий, некое понимание моего, ну, даже не то, что образа, подачи, да, видосов, потому что я как бы, это не образ мой, я есть я, как говорится. Вот, по акценту у него как будто он прям голос так, да, то есть я-то просто разговариваю, ну, то есть иногда там вот для здорового-здорового я там выдавливаю себя немножечко, ну, это просто привычка такая. А так-то в целом я просто разговариваю, а здесь прям как будто он такой вот выдавливает, ну, либо он просто, ну, ладно, окей, я... Ну, это просто Камри увидели, тут все с ума сошли. Тихо-тихо, куда-то на жигулях на своих, блядь. Аккуратно, блядь, не поцарапать надо, просто еще сто пятьдесят к сыре, в быстрый деньгах лежат, блядь, за эту дачку, блядь. Ха-ха-ха. Вообще, конечно, хотел изначально взять новую с салона, из сумки достал Налика, да, выгреб, блядь, прям этому менеджеру, прям на голову ему, блядь, налег и говорю, давай сюда Камри, мне в этот момент поступает звонок, такие, типа, блядь, новая машина, это кот в мешке, зачем тебе это надо, ты чё, возьми нормальную 2008 года Камри, проверенная, 15 лет, новая, можно сказать, для Камри это, можно сказать, вообще еще не родилась, еще даже не изготовили, можно сказать. Так, ну чё это, блядь, Нива Шевроле, ну это чё, это машина, шо, блядь, ну чё это такое? Я вот пытаюсь сейчас, я специально поставил видос на паузу, я, я не могу все-таки, вот, ну, это сложно, когда ты сам себя со стороны все равно не можешь же как-то, ну, типа, оценить, насколько это похоже или нет, Поэтому, друзья, вы прям в комментариях напишите, как вот вы считаете, похоже, вот, я говорю, пока вот именно по... Геннадий, здравствуй, дорогой, здравствуй. То, что я звоню кому-то, это бывает в РПшках, да. Взял Тойоту Камри, да? А звонил, говорил уже тебе. Ну, темы нормальные, ты знаешь меня, да, блядь, блядь, я опять, блядь, в этот подвор завернул, блядь, подожди, перезвоню нахуй. Ну, ты сам понимаешь, там, по темам передвигаюсь, двигаюсь, вот сейчас еще по встречке еду, тоже двигаюсь по встречке. А, тут еще дальше бимка идет, а я хотел только спросить, думаю, а почему вы носите кардрайвинг? Ну, типа, ну, это, конечно, тоже относительно, да, часто появляется на моем канале, ну, например, бимка-то чаще. Слушай, а почему сейчас на дворе 10 утра, а это всего лишь на всего 15-е видео за сутки? Блин, это еще макажор, к сожалению, падал такая сбежал, я не знаю, что мне сейчас делать, я отстаю от графика уже где-то наступить. А вот, кстати, вот, нет, 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 во-первых, только недавно, только недавно, там, Ярик что-то, ну, монтировать, да, стал, так скажем, легкий монтаж появился, там, какие-нибудь спуски и так далее. Большинство видосов, это все я, ну, там, как монтажа же как такового нет, но я там все сам записал, обработал, шутка про 15 видосов сзади, это прикольно. 50 видео в час, нужно быстро это видео отхерачить и заниматься срочно в новом видео. Как говорили великие классики, бимка никогда не надоест. Игра в МРП ситуацию, так, друзья, мои, батя пригнал машину домой, это дело отметил, мы такие, так, под шумочек, такие, тыр-тыр-тыр-тыр. Тут прикольно, тут судьбой, ключик, похоже на машинку, и решили покататься с пацанами, и нам срочно нужно добраться до дачи, поэтому, друзья, да, блядь, опять этот микрофон, ёб твою мать, опять мы едем до дачи, 269 выпуск того, как мы едем до дачи в BIM&G Drive, поехали. Нам 18 лет, мы еще не умеем толком ездить за рулем, но уже вдавим гашетку в пол. Дача уже близко, мы должны проехать вот эту прямую, и тогда мы, собственно говоря, свернем и приедем на... Где надо было так вот сделать? Алло, пап, приехай, пожалуйста, к кустам вот тут. Итак, друзья мои, новая РПшечка, я, молодой пацан, водитель Газели в Абхазии, и мне как можно быстрее нужно отвезти туристов на другой конец страны и вернуться обратно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну типичная, типичная, как говорится, ситуация в Абхазии, ничего нового, перевернулись, отряхнулись, как говорится, и поехали дальше. Все живы-здоровы, едем дальше, друзья. Я ни хрена не вижу за этой баранкой, ну я молодой пацан, я еще не вырос до конца, поэтому я особо, я сижу так это, как говорят, вот тут по лобовому стеклу, по глазам. Чувствуется скорость, вот здесь вот аккуратно входя в поворот, блядь, аккуратно. И ничего страшного, все нормально, вообще никто не пострадал, никто даже не пискнул и не вякнул. Ну тут подвинули этого туриста какого-то там из Рязани, все в шоке, все посидели, все охренели, мы едем через туннель. В Абхазии нет туннелев, насколько я помню, ну да ладно, мы едем просто через туннель, газ в пол, нет. Вот это вот, да, вот это было добавить. Ну, в принципе, ну ситуация штатная. Кому черчхелы? Всем здоров, здоров, народ, всем приятнейшего аппетита, правда, не знаю, кем надо быть, чтобы каждый раз употреблять пищу во время моего нового видео, потому что это уже 614 видео за вечер. И, собственно говоря, вы мне постоянно говорите, Саня, 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 почему ты не играешь в триплей-проекты, такие как Red Dead Redemption, такие как Киберпинг и так далее. Ребята, ответ очевиден, как можно играть в эту распиаренную парашу, когда есть такие игры, как Симулятор Каби, это чудо света. В эту игру можно играть на руле, вы просто посмотрите. Ля, все-таки здорово-здорово есть, только немножечко надо было прямо в этом, мне кажется, ну, типа, здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, все-таки выиграет, ля-ля-ля, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, это 64-е видео. Блядь, это прикольно. Каждая травинка, каждая полигональ, в Red Dead Redemption 2 можно играть на руле? Нет, вот ответ очевиден. Ну что ж, друзья, перекус таксиста чек. О, хорош! В 2023 году, честно говоря, я не слежу за трендами, потому что я снимаю уже 612 видео за сутки, и мы, друзья мои, у нас сейчас GTA, и мы устроим снимать... Таксист. Да, чувак даже шарит за GTA 5 RP. Так, а что там по серваку? Sunrise? Не, ну Sunrise, конечно, тоже, ребят, красиво там двигаются. Там Maxon Fresh, там кофе. Ну, друзья, напомню. Просто, ну, раз уж... Я вот не смотрел уже до этого. Я вообще бимки-то удивился, но всё GTA 5 RP. На всякий случай хочу напомнить, что я играю на проекте GTA 5 RP уже, во-первых, 4 года. Проекту вот только-только стукнуло. И, собственно, с самого начала. Да, когда-то играл на Даунтауне, вы помните. Но потом... И в определенный момент появился сервер Дель Пьера, на который мы все перекочевали. Ну, как настоящие кочевники, само собой. Я много говорить не буду. Вы и так знаете, что мы там играем, круто проводим время. У нас там есть своя семья. Поэтому, если вдруг вы ещё не начали играть, то ссылочки я оставлю в описании. Пару шагов, пару кликов, и вы уже в игре вместе с нами. Только не забывайте вводить промокод BULKIN, он даст вам бонусы на старте. Будем кайфово проводить время вместе, ну-ка. И не абы каким, а таксистом, у которого есть, естественно, свой личный бизнес. Таксует он только исключительно для души. И всё у него в этой жизни замечательно и хорошо. Таксовать мы будем, естественно, на руле. Как говорили великие, руль наше всё. Я был сейчас скажем, что руль никогда не даёт. Всё путь. Я вообще, кстати, не таксист, на самом деле. Чуть ещё он сказал. И руль наше всё. Такси меточку сразу же, оправляемся в путь. Я вообще, кстати, не таксист, на самом деле. А в реально руле я, что ли, играл? У меня бизнес свой есть в Либерти Сити. Предприниматель? Да, индивидуальный предприниматель, и ПЧПО. А, это да, биткоин. Майнинг, майнинг. У меня майнинг там, ферма качает вообще нереально в минус. Поехали к Аркадиюцу, срочно, срочно, лети, брат. Временам, когда что на Даунтауне, что на Дель Пьера, я таксистом работал. Помните, всякие рубрики были. Вообще, на самом деле, таксистом прикольно работать. Вот даже я понимаю сейчас, то есть, что это самый такой, знаете, прикольный способ. Один из самых прикольных способов. Вот именно на GTA 5 RP коммуницировать с людьми. То есть, там, типа, отыгрывать роль таксиста, комфортно ли температуру, всё такое. Надо турбину поменять, чтобы воздух лучше выдувало. Она на газу так-то. Но я ещё турбину прям в газ, в баллон, вхуярил. Она у тебя на метане? На пропане, на метане всё одновременно. Дизельком заправляю, вообще, заебись. Но похожего очень много. То есть, мы его уже практически до конца досмотрели. И, опять же, не знаю, будут ли ещё какие-то игры вообще, кроме, вот, получается, Бимка, Сити Кар Драйвинг, Ассимулятор Камни, GTA 5 RP. Я думал, вообще, всё будет на Сити Кар Драйвинге подвязанное. А когда я, ну, увидел начало, я думал, что вся... В деле, ну, бизнесмен, да, и Пэй, индивидуальный предприниматель, ЧП, частный предприниматель. Да, вкус Вилл, азбук вкуса. А таксист так, хобби, да? Ну, конечно, такси, это так чисто для души. Порой, ну, вот, езди, я говорю, да не надо ничего, давайте, я вам лучше сам заплачу, там, и так далее. Кстати, у вас не будет 2 500, если что-то обычно, до вторника. Музычку, может, какую-нибудь включим, или в Тишине поедем? Да, давайте, давайте. Что-нибудь, прям, конкретно. Радио, там, GTA 5 RP называется, вроде. Есть получше, блядь, тема. Сейчас, секунду. Нравится? Я, по-моему, кстати, так делал, еще как-то. Ах, ну. Было что-то такое на Даунтауне очень давно, по-моему, было. Ребята, вы меня балуете, я не знаю, я таких денег в руках не держал, не знаю, что с тебе делать. Блядь, вы что творите-то, ребята, я сейчас расплачу, блядь, сейчас Владимирский Централ включу. Нет, я его лучше спою, нахуй. Владимирский Централ, ветер северный. Как будто еще за Владимирский Централ. Да, как будто еще по косарику. Да, на самом деле, вот эта тема реально крутая, потому что уже сам, еще начиная, когда играть, на GTA 5 RP реально очень много... То есть, если вот этот вайп словить, там, общаться, да, прикалываться, то есть чуваки, например, да, если ты только начинаешь играть, там, коннекты, они тебя вот сами вот так, прикинь, сейчас я вам по косарю накидали, там, можно уже практически первую тачку покупать. Тихо, наколебни, купола! Я просто зарабатываю бабки, даря людям хорошее настроение. С вами Саня Булкет, в общем, всем всего хорошего. Все, пока, увидимся через минут пять, потому что уже через пять минут у меня будет новый ролик про CS GO. Вперед, ребята! КС? Друзья, у нас не было CS GO, и, собственно говоря, вот Саня киберспортсменки вернулся. И что я могу сказать? Так, подождите. Вот, вот. Бля, это гениально! Нет, подожди, чувак реально смотрит. Ну, потому что он, ну, как минимум из нескольких игр взял что-то, да, что именно там есть, и, значит, все-таки, ну, то есть он старался прям, ну, я говорю, получается очень даже неплохо. Просто иногда какие-то выражения, ну, наверное, это нереально все там запомнить, понятно, что сто процентов попадать. Волкин, Саня четыре на тришкин, готов рвать и разрывать. Играть в CS GO, естественно, будем до нуля, поскольку я продал большую гулятуру, абсолютно бесполезные девайсы, как по мне в устройстве ПК. Сейчас я вам покажу, как нужно рвать и питать, собственно говоря, в этой игре. Просто доверьтесь, Саня, блядь, сейчас Саня, блядь, сделает дело и, как говорится, будет гулять смело. Реально руля что ли играл? Ну это не смешно, я реально всегда... Парни, давайте, давайте. Давайте соберемся, все, сейчас все будет нормально, все, все. Нормально я в CS играю. Все, давайте. Нет, ну какой же ты все-таки дерьмой, не играя и вообще не понимаю, как можно играть в игры, где нет тачек, дрифт, тюдинг, кольцевых годок. Вот если бы в CS GO можно было бы... Ха-ха-ха. Что? Подожди, а так-то больше? Еще трек 55 на 55 как раз-таки Витька этого он взял. Блин, не, я думаю, что это прям, ну, зритель, ну, то есть подписчик. То есть не типа чувак, который делает пародии, там, вот, ну, сделал пародию, не смотря видос. Прям я прочувствовал эту нить, так скажем, что он шарит за приколы. Блин, я в любом случае похлопаю, потому что мне, во-первых, приятно, что так уделил чувак внимание, потратил свое время, сделал, то есть, ну, как бы, да, позитивно все, классно старался, там, попасть какие-то слова, какие-то шуточки, игры взял те же, сделал похоже. Спасибо тебе большое, вот, за твое творчество. Респектую. Давайте я попробую, вот, если, если прям, ну, вот, максимально представить, что я такой супер оценщик, скажем так, со стороны, наверное, можно было бы чуть-чуть прям напрямую использовать какие-то фразы, то есть, там, те же, вот, опять же, приветствия, там, какие-то конкретные, может быть, даже ситуации, если бы он взял из видоса и повторил те же слова, было бы более точно, потому что по словам, по комментариям не всегда было похоже, но по подаче, по образу, вот, именно, как он сейчас сидит, да, вот, так же, так же он запарился, это прям классно, то есть, видно, что это не просто чувак такой, типа, а, запишу-ка я попробую там порой, то есть, это видно, что подходил ответственно к этому всему. Вот, еще раз спасибо, мне было прикольно, у меня реально и смех пробило несколько раз. Ребята, напишите, что вы думаете, то есть, насколько похоже, вот, вы как зрители именно напишите, потому что я не могу сам себя оценивать со стороны, что-то как-то очень-очень странно, наверное, было бы. Мне кажется, что много попаданий, прям много попаданий было. Как-то так, друзья, в общем, надо, кстати, изучить, может, есть какие-то еще пародии на меня? Сейчас новая, короче, рубрика, не смешные моменты, будем смотреть, а пародии на Булкина. Блин, а че, кстати? А вдруг, а вдруг сейчас кто-то еще захочет снять, и еще, еще, еще какие-то, может быть, лайв-видосы там, или еще что-то. В общем, если такое будет, то я обязательно посмотрю. Друзья, ну а на этом видос подходит к концу. Огромное спасибо всем за просмотр, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать. Вот это, кстати, тоже можно было под конец сказать, было бы прикольно. Я потому что это всегда говорю. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.